Продолжаю делиться впечатлениями о немецком лучшеведении. К сожалению, запись оборвалась, так что продолжаем разговор. Я осветил, собственно, как обстоит дело с сохранением нитшанского наследия в Рёкине, в деревне, в которой родился Фридрих Ницше. Но я также был в Наумбурге, где посетил Ницше Хаус. Это дом семьи Фридриха Ницше, когда они переехали туда из Рёкина. Ницше провел там школьные годы и жил там во время прохождения военной службы. А также провел в этом доме свои последние 10 лет жизни уже во время болезни. Собственно, выставка в Ницше Хаус очень интересна. Мне понравилось, насколько подробно там освещается биография Фридриха Ницше. Но, опять же, слишком многое посвящено моменту времени его болезни. Во-вторых, Ницше неоднозначно освещается как идейный вдохновитель нацизма. То есть, как бы, всё то же самое, достаточно неинтересно. Один из интересных моментов для меня был о том, как немцы пытаются понять самих себя в отношении Фридриха Ницше. То есть, там достаточно подробно говорится об отношении Фридриха Ницше и немецкого духа. Но я должен сказать, что такой подход к интерпретации философии Фридриха Ницше и его творчества он достаточно характерен как для Германии. То есть, в Германии освещается, скажем, Фридриха Ницше и отношение немецкого духа. В России отношение Фридриха Ницше и восприятие им, в первую очередь, российскими философами. Скажем, в Америке, опять же, освещается только отношение Фридриха Ницше и восприятие его в Америке, американскими философами. Я же понимаю Ницше как, во-первых, хорошего европейца и европейского мыслителя. То есть, я пытаюсь, во-первых, я стараюсь понимать нишу аутентично, без уклонов, опять же, в какое-то нишеведение. И, опять же, стараюсь мыслить дионисийски в контексте трагической мудрости. И при этом я также понимаю себя как хорошего европейца. тоже как, наверное, и вследствие моей аутентичной интерпретации учения жизни Фридриха Ницше и как, собственно, подражание Фридриху Ницше. Я думаю, что я снял достаточно хорошее видео о выставке в Ницше Хаусе. И на моем канале на ютубе каждый интересующийся философией Фридриха Ницше может ознакомиться с этими видео. Единственное, только замечу о Ницше Хаусе, что я там заснял... Одно видео, которое мне очень дорого, поскольку... Я там находился на веранде и на том же самом месте, на котором сидел Фридрих Ницше в период своего заболевания. То есть мне удалось там сделать видео, и я там рассказывал о Рёкине и своем видении, своем понимании Фридриха Ницше. Я также посетил Ницше Документационный Центром. И трижды пытался поговорить с директором этого центра, доктором Ральфом Айхбергом. Но он трижды мне отказал. И все закончилось, что... Как раз в тот день, когда я хотел сделать видео на веранде Ницше Хауса. Мне сказали, что... Вежливо сказали, что сотрудникам Ницше Хауса посоветовали меня туда им не пускать. Рекомендовали. Ну, я думаю, что... Доктор Айхберг... Но все же... Человек и ученый сократовской Европы. С сократовским подходом к интерпретации учения Фридриха Ницше и с его неспособностью воспринять даже аутентичное понимание Фридриха Ницше, которое, ну, соответственно, до сих пор является все так же несвоевременным и антидемократичным. Я не знаю, чему так возмутился доктор Айхберг. Но он, опять же, вежливо сказал, что в данной современной политической ситуации их сотрудничество в моем проекте по реализации учения жизни Фридриха Ницше на практике невозможно. Хотя при всем этом у меня очень оригинальная и аутентичная, как я думаю, интерпретация Фридриха Ницше. Мне, собственно, пришлось по моему запросу... Собственно, приехал даже директор Ницше Хауса, и я с ним переговорил, и все же мне удалось. Заснять видео на веранде. Но, опять же, с большими трудностями, поскольку как-то уж Ральф Айхберг чуть ли не в нацисты меня записал. Ну, на самом деле, антидемократизм Ницше, он может быть не очень не приветствуется в современной Германии. И любая практическая деятельность по реализации замысла Фридриха Ницше в современной Германии будет, во-первых, может быть, понята именно так в стиле доктора Айхберг. То есть, как невозможность совершенно... Чтобы дела шли впереди веры. Чтобы перейти от литературного ничьанства и ничьевидения к практической реализации учения жизни на практике. Собственно... Доктор Айхберг очень жестко отреагировал на мою интерпретацию ничьи. Что, конечно, очень жаль. Но при всем этом, наверное, ничьевидение и при этом такой уж сократовский подход к интерпретации Фридриха Ницше, это совершенно, наверное, не та аудитория, к которой надо обращаться в качестве тех, на кого можно было бы надеяться в качестве сотрудников в моем проекте. Субтитры создавал DimaTorzok